без цепления вот я не нажимаю на педали и он все не заводится вот на цепление нажмешь нажал еще бочина мятая вся такая жук это все на конечно рычаги вот так в краснодаре мы еще в этом году не были надеюсь я вас всех приветствую на канале механик 178 сегодня будем перегонять автомобиль из череповца в москву но мы находимся в санкт-петербурге понимать о чем дело я был на работе как вы видите я работаю в дилер-центре газ уаз три работы 3 выходной и пока у меня три дня выходной я подрабатываю там скажем халтурим подрабатываем ездим перегоняем автомобили ну человек позвонил таки так я быстренько даже не переодеваясь поехал все на ходу сейчас быстро переоденуть у меня одежда здесь все переодеваюсь на поезд череповец едем смотрим какой автомобиль потому что сам не знаю какой автомобиль и все пока что будет дальше вы конечно смотрите кому интересно также подписывайтесь ставьте лайки дизлайки все едем сейчас на поезд а думаете это уже не бы мне не на машине машину оставляем и идем пешком рюкзак нам в помощь все четко все огонь погнали что друзья билет купили череповец сейчас 20 40 отправляется из санкт-петербурга 6 утра мы будем череповца и там посмотрим какой нас ждет автомобиль так что едем череповец за автомобилем погнали все будет четко билет на руках вот такое у нас путешествие сегодня что идем ищем на вагон 11 вагон 1 оказался 11 будет аж в конце наверно а такое ведь и путешествие общение с людьми вообще все четко потом все поговорим расскажем погнали все аккуратно без шума без гамма очередь поезд садится виде как раз наш 11 вагон очередь мы не торопимся подождем у нас еще полчаса за полчаса как раз и сядут потом мы тебе зайдем и сядем спокойно не будем толкаться очередь маньяки все череповец мне все нормально ты никакой поезд там стоит какой нормальный до старинный еще через палатку надо выход у нас проверять будет друзья нахожусь в череповце уже даже нигде не написано что череповец думал я сфотку красивую надпись череповец здесь только вокзал написано ты что надписи нету ну поверьте я нахожусь в череповце вон там автовокзал находится вот такая площадь проходил там через палатку короче этот брали всякую фигню на вирус там долгую очередь там пока вы используете что так перегон это тоже такая нелегкая работа я вам скажу так ну ладно мы договорились на 8 утра сейчас 6 утра в 6 утра приехал так что будем ждать человека к восьми видите нашел я надпись череповец все таки автовокзале а тоже думаю на как же был череповца и название череповец не на полбимая все четко так ждем 8 утра приедет сейчас человек и там уже будем искать смотреть искать смотрите машину автобус такова наша любимая фура стоит без нее никуда тоже все здесь облазил даже негде чай попить короче вообще жесть крови выйдем там уже на заправке тормозимся конечно же кофе попьем где-то хорошо что я вчера взял с собой бутерброд пиздаму в поезде положил холодильник там попросил положили мне все вот мой завтрак короче будет здесь все закрыто в череповце вообще жесть просто даже бутылку воды не могу купить нигде не знаю может похоже где-то откроется сейчас сам 9 10 блин но это какая-то гибель ладно ничего страшного все давайте сейчас позавтракаю и будем ждать человек из приеда лучше и быстрее бы выбираться сюда поедем уже по дороге что-то покушай я с ним делюсь едой завтракай со мной 6 утра тоже череповцы давайте еще дадим ему друг наезд он от души и мучили целый хлеб брошу пусть кушать уже два друга прилетело пусть кушают зам еще птичка подлетают и трендер на корме ну что вот такой вот автобус у нас сегодня будет из череповца в москву из москву потом дальше уже будет видно куда так сразу я когда приезжаю в машины я осматриваю вот видите вот здесь мятинка такая у нас даже пытались заварить смотрите сразу я осматриваю автомобиль чтобы потом не было к нам претензий фары запотевшиеся но это понятно так такие мелочи здесь тоже но это уже ржавчина к надо каждую каждую мелочь зафиксировать видите как вы здесь вообще бочина мятая вся такая жук это все на конечно фиксировать что потом знаете небо никаких не договорок хорошо когда вот такая фото видео снимаешь конечно потом потом виде фиксации и конечно уже потом видно все сразу такой новым автобус по нормальной конечно так сейчас дороге покажет себя сейчас мы заем на заправку на заправке в заправляйся только лукойлом резина у него шипованная смотрите так у нас лето на улице июль июнь вернее конец июня шипованная резина сзади впереди тоже шипованная так что вот такой автобус у нас дверь у нас открывается оба надеюсь тоже сколько это колес тоже обшитой фанерой так что вот такой вот агрегат у нас сегодня салон такое тоже приятно салон чистый приятный хороший салон сейчас поедем посмотрим как он у нас едет как ведет на дороге себя дорога тоже не близко надо осматривать всегда автомобиль перед дорогой все заем на заправку заправимся масла проверим антиприз все на лукойле я говорю уже говорил заправляюсь только на лукойле все я уже сказал и отправляем сейчас москву находимся мы череповце сюда я приехал на поезде и вот так бум сегодня вот такой вот у нас перегон автомобиля погнали дальше мы посмотрим как он будет себя вести на дороге автомобиль что как так час включим зажигание посмотрим что там у нас расскажет так все здесь стекла открывается так зажигание вот так заводим так у нас есть вот видите кое-что горит так на спидометре 230 тысяч у нас 231 тысячи ручник затянута меня свет поворот и все как бы работает все нормально как видите есть музыка вот даже такограф есть его моё вот это круто а у меня кстати есть карта сказали представляете так что мы вообще взаконивали ё-моё тогда у нас беззакония нет я не знал что вот этот обзыв таких тоже надо это чтоб карта была ё-моё смотрите даже чек есть там вот это круто так мы настоящие дальнобойщики я моя все огонь ёлки-палки занавески даже у нас какой-то как грузовики чик зашторился все нормально так что все как положено тогда там на том автобусе было здесь установлено это пневмо чтобы сзади поднимать рессоры все такое так что все огонь ладно выдвигаемся погнали и посмотрим как он поведет себя в дороге что и как кому кстати интересно такие автобусы вы пишите я вам расскажу прошу и уже их уже перегнал уже не один и там ну связанные с ними так что ставьте лайки дизлайки пишите а мы поехали в дорогу так что смотрим дальше погнали вот выезжаем из череповца может здесь достопримечательность такая так заправляемся по полной и выдвигаемся потому что дальше я не знаю будут заправки потратил уголочки не будет лучше мы сразу заправим полный бак и все вот не переживать и ехать себе спокойно нормально такое нас да я уже показывал автобус а потом мы сделал уже обзор какой-нибудь такого автомобиля супер автомобиля вот мы на заправке все огонь вот так мои путешествия камеру не так привязана там блин предела на какой-то вот это самоделка это самоделка так все функционально походу тогда все нормально все все полный бак прием и огонь так закрываем вот здесь хорошо да вот так что мне не надо и замок чик закрылся и замок закрыт и бак закрыт и все закрыто что все нормально хорошо кстати кондиционер работает музыка у нас работает так что будем ехать полный ход все этот тахограф у нас блины не будем засосать свою карту тысячи сожрет ее ну и на как-нибудь тогда едем экранчик здесь это за задний ход включают где загорается задняя задняя здесь зеркала видите в правую левую правую пересел биться и регулировка стекла и электростекла коробка 6 ступка здесь стоит все как положено кстати его не заведешь пока не нажмешь на сцепление смотрите видите без сцепления вот я не нажимаю на педали и он все они заводится вот на сцепление нажмешь нажал и все все заводится все четко увидите как умный умная машина говорит умный агрегат хотел сказать дорога вроде бы асфальт но такая как горб это верблюда и шифер то яма до канала знаки стоят а 40 20 стоят знаки так что вот так мы по тихоньку едем чтоб колеса не отвалились едем аккуратно дорога конечно да блин вот и череповца выехали это конечно нам дорога не из москвы на питер ехать здесь нас впереди думаю ждет нас нормально дорога такая посмотрим да сюрпризом посмотрим как как все будет уже давно не ездил здесь по этой дороге давненько ездил уже так что погнали так друзья поехали мы через ярославль что через рыбинку там вообще а дорога плохая автобус идет нормально отлично все четко блин у дорога там просто жесть какая-то не дорога минное поле это и это сказать что плохая вообще ничего не сказать так что едем через ярославль в москву потом в подмосковье поем в орехово-зуевский район там городок короче сейчас не помню так что все хорошо автобус себя ведет от нормально отлично отличный агрегат чуть-чуть поцарапан конечно но это не мы его поцарапали до нас поцарапали потом сделают его все бы четко вот такой вот агрегат ну дорога и вы скачали здесь на это вологда ярославль нормально дорога и страха все идет хорошо потому что там пленчить колеса не поторвались эти рессоры подвеска нормально хорошая рессорная все такое кто будет приятный хорошие ну вот мы и проехали ярославль прекрасным был город посмотрели мы его это знаешь как говорят это дальнобойщики они это ездят путешествия там город сможет кстати у нас еще есть на краснодар заказ краснодара перевести тоже такой автобус что если подтвердится все мы полетим на самолете а может о поезде а может и самолете еще пока не знаю но если все будет нормально значит полетим краснодар олег краснодар всем привет подписчиком государский край и всем подписчикам не только всем всем но олег живет краснодаре так что тебе тоже привет скоро мы приедем к тебе в гости не ждете а мы приедем так что все четко Прилетим, видать, вернее. Так, мы проехали Ярославль, тормознулись возле такого кафе, покушать здесь, потому что везде все закрыто, особо нигде и не покушаешь даже на дороге. А вот такой вот прекрасный здесь уютный дворик, на улице будем кушать, покушаем и поедем дальше в дорогу, но там человек тоже служит, что-то там делает, ремонтирует, там помощников много у него там тоже, так, так что все хорошо идет, едем, ну и когда приедем, конечно, в Москву, под Москвой будет Орехово-Зуево, Вот, и это, оттуда на электричке, на Сапсан или на самолет потом и в Санкт-Петербург летим. Все, и дальше посмотрим. Если будет дальше заказ, то поедем дальше на другой заказ. Так что, будем смотреть. Все зависит от ситуации, конечно, потому что здесь, конечно, стабильности нету, сегодня есть, бывает много заказов, бывает немного, понимаете. И все, вот фуры идут, да, сказка. Ну, ничего, может, скоро будем работать, опять пойдем на фуру работать, посмотрим, как жизнь сложится. Все, я сейчас непредсказуемо, понимаете. Сегодня так, завтра так, как она там будет. Я тоже говорю, с поездом в 6 утра, блин, тоже так тяжковато, конечно. Ну, ладно, ничего страшного, нам же не привыкать, все нормально. Такие крюки у него здесь сзади, конкретные, наверное, что-то вытаскивать или что. Короче, все по-серьезному, все нормально. Так, что у нас там, шипы не повылетать? Нормальная зимняя резина. Ладно, это все сделается. Сделается, вон, видите, на рессорах, рессорная подвеска здесь. Отличная подвеска. Вообще, блин, огонь. Мост сзади. Так что, все вообще, блин, крепко, надежно. Никаких здесь наворотов таких особо нет. Так-то подвеска простенькая, надежная, хорошая. Ну, и впереди тоже там, все здесь. Рычаги вот так, вот видите, рычаг. Ну, и здесь все так положено. Рулевая тяга, стойка. Ничего умного как бы нету. Все просто тоже, главное, просто и надежно. Все. Ну что, давайте посмотрим масло на всякий случай. Посмотрим. Чтобы у нас масло никуда не ушло. Ничего не случилось у нас. Чтобы было, чтобы нормально у нас. Протираем. Вот. Я же в дилере работаю. Масло надо всегда смотреть, сами знаете. Так, что у нас с маслом? С маслом отлично, смотрите. Уровень. Сейчас еще раз просмотрим. Сейчас еще раз просмотрим. Еще раз. Давай газовую. Уровень как раз. Все отлично. Масло нет, нормально. Так, так же смотрим течи, чтобы не было нигде. Ничего не капало, не текло, не потекало. Мотор сухой, смотрите, да. Все сухо. Сверху, снизу. Все сухо. Кондиционер только. Так, вот и так все хорошо у нас. Закрываем. Все. Закрыли. Все четко. Масло есть. Вон. Коллеги стоят. Ну, я им сейчас не коллега же. Они сейчас на меня смотрят. И думают, какой нам коллега. На какой-то маленькой едет на автобусе, да, там, коллега. Конечно. Так что, да. А что такие дела? После фуры, когда садишься в этот автобус, маленький. Как игрушечный. Чик-чик-чик. Просто вообще. Вот так четко, короче. Так, да вот. Скажут, какой нам коллега он едет на какой-то автобусике маленьком. Так что мы же, говорит, на фуру же, правильно же? Так что вот так вот бывает. Пересел на маленькую, все. Уже не коллега. Так что. Жизнь меняется, как говорится. Они все знают, что я тоже был дальнобойщик, да, вот так. Если подумать это... Ладно, это ерунда же, мелочи. То, что думают, правильно. Главное, что у нас все нормально. Что вы смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Если вообще смотрите, и вместе со мной путешествуем, понимаете. Все вместе путешествуем. На таком автобусе. Ну что, в Краснодар полетим. Скоро летим в Краснодар за таким же автобусом. Друзья. В Краснодар полетим. Полетим. Ну что, все четко. Здесь асфальтом, короче, вообще беда случилась какая-то. Так, едем. Все хорошо. У нас Переславил Залевский сейчас здесь. Так, я вот здесь навигатор. Посмотрел на Ореховозуево, как проехать, чтобы без пробок было, без нифига, всякой фигни. Короче, мы до Сергеева Посада поедем. Потом повернем налево и пойдем сюда уже. До Ореховозуева. И там вот у нас Куровское уже будет. Это Куровское, этот Ореховозуевский район Московской области. Так что, выдвигаемся. Все нормально, все четко. Погода ведь меняется тоже. Друзья, остановили здесь посмотреть. Вот такие статуэтки. Смотрите, это сделано из железа. Представляете, какая красота. Вообще, ехали вдоль дороги, смотрим, видите. Такая красота. Думаю, дай тормозимся, посмотрим. Вот из железа, из мусора сделано. Представляете, как? Вот это классно, блин. Заедем. Там уже все, уже дома посмотрим на месте. Так что, вот такая вот красота. По дороге, я говорю, что только не увидишь. Всяко-всяко раз. Рыба, раки, всякие статуэтки. Все, все, все есть. Так что, все, обоих. Так что, Олег, жди нас в гости. Ну, проезд на буду, там я шучу, конечно. Не знаю, не будет время. Если не будет время, то заедем. Если не будет время, то в следующий раз заедем. Лето у нас только начинается. Так что, будем гонять. Все будет хорошо. В Краснодаре мы еще в этом году не были. Надеюсь, поедем. Ну, видите, здесь карантин, то есть, сюда был закрытый. И мы не могли поехать. У тебя заказы были в Краснодар. Ну, не мог я проехать туда, потому что все закрыто. Я Олегу звонил, там тоже в Краснодаре живет. Он говорит, туда нет, Адыгея, все, лучше не ей там арестуют, все там, порвут. Ладно, хорошо, буду дома сидеть. А сейчас вроде все нормально, так что это. Поедем, вон, видите, как коллеги наши идут. Так, я для них, какой сейчас я коллега, да? Я на маленьком автобусе еду. А они вон, их громадинах. Едем по дороге, смотрите, какая красота здесь стоит, да? Ну, как проехать мимо? Вот, смотрите, вообще вдоль дороги. Красиво у нас по России проехать, посмотреть вот так, не торопясь. Да, не торопишься, не спешишь. Все можно посмотреть, господи, на память. Все, друзья. Друзья, доставили мы автобус целости-сохранности. Все хорошо, все нормально. Так, пойдемте в магазин, сейчас покажу сверху, что он все целый. Отличный автобус. Находимся мы в Орехово-Зуево. Так что все отлично. Ну, это мятина была, я вам показывал. Такие они попадаются нам. Так что, видите, автобус весь в целости-сохранности. Все хорошо. Так что это. Сейчас опять я на электричку. Едем в Питер. Но, если получится, мы, конечно, полетим в Краснодар. Сейчас посмотрим тоже. Потому что, если все будет нормально, появляем в Краснодар. Так что, посмотрим, как по обстоятельствам будет. Все нормально. Так, закрываем. Машину сдадим. Все, видите. Наша работа почти окончена. Здесь осталось все чуть-чуть проехать. Ну, уже в магазине остановились немножко по купить воды там, покушать. А то совсем нечаянно. Ну, автобус огонь прямо. Хорошая машина. Я вам сразу скажу, с Газелью не сравнить. Хожусь в Куровское. Так что, вон идет электричка, наверное. Моя. Сейчас посмотрим. А нет, туда же я туда должен поехать. То, что стебнело, машину я отвез. Все нормально. Вот сверху. Вид сверху. Орехозуевский район. Московская область. Нахожусь, видите, как все прекрасно, красиво. Маленький хороший городок. Отлично. Еду в Питер. А, сейчас на электричке до Москвы. Сапсана у самолета нету. Нет. Сажусь в поезд. Он идет 8 часов. До Питера. Ну и завтра утром буду уже в Питере. Так что, вот так. Ну вот мы в ночной Москве. А, вот. Казанский. Я приехал на Казанский вокзал. Вот видите, Казанский. Потом мы идем на Ленинградский. И вот Ярославский. То есть, получается, три вокзала. Все рядом. Так что, погнали. Сейчас под землей, под проком. Туда и все нормально. Казанский красиво, да? Вот смотрится. Сейчас мы его зафоткаем. Все четко. Ну что, все. Поезд мы свой нашли. Одиннадцатый. Выдвигаемся в Санкт-Петербург. Путешествие на сегодняшний день у нас закончено. Не на сегодняшний день, а на сегодняшние сутки, так скажем. Все нормально. Поедем дальше. Потом следующий мы поедем в Краснодар. Так что, видите, потихоньку Череповец, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва. Все нормально. Все, огонь. Погнали. Друзья, вот мы в Санкт-Петербурге. Уже дома. Домой приехал. Все нормально. Так, сейчас отдохнем. Что-то подустал немного. И полетим в Краснодар. Так что продолжение следует. Будет у нас перегон автомобиля. Подбор и обзор также сделаю. Такого автобуса, Мерседеса. Думаю, будет интересно. Погнали.